Может, ты замок изнутри будешь ставить? Молодец! У тебя прям талант! Ну что, битум нести? Всем хорошего дня! С вами самоустройщик Леха, и сегодня вам расскажу, как я монтировал всю выходную дверь. Ну а начну я с монтажа, естественно, с коробки. То есть первым делом я сейчас проделал отверстие в коробке. Хоробку эту я взял с работы. Получилось, я обменял ее на бутылку водки у рабочих. Дверь, в принципе, сделана из профиля 2 мм. То есть на первое время, в принципе, отойдет. Ну а на второе время, когда я разбогатею, я продам дом и уеду из страны. Ладно, шучу. В принципе, ну, работа несложная была. Дверь я никогда не ставил, но, в принципе, задача справилась вполне легко. Просверлил два отверстия внизу и вверху и по четыре отверстия сбоку. Далее я сделал накладку на будущую дверь и примерил, сколько чего нужно будет отрезать и отмерить. То есть я не хотел стандартно просто коробку накладывать на стену. Я решил пойти дальше и решил именно коробку утопить стене сантиметров на 5. Для этого я на стене обвел раму и сейчас это буду вырезать. Не забываем средства защиты, очки и респиратор. Теперь по отмеренному я сейчас сделаю углубление по 5 сантиметров от края, чтобы моя коробка утопилась стену. Да, кстати, когда вы пилите, реально столько пыли летит, поэтому всегда используйте респиратор. Зачем я так сделал? Я просто хочу, чтобы все знают, что под коробку всегда дует ветер, там запенивает, всегда дует, всегда влага там. И я хотел так сделать, чтобы когда потом буду утеплять делать фасад, мне получается, что у меня будут углы фасада будут прям к двери прилегать, а не заканчивается фасад прям на конусах двери, то есть на этом профиле. Но в будущем потом покажу. После того, как я отрезал, сделал углубление в газоблоке, лишние детали удаляю с помощью стамески. Получается, в принципе, красиво, аккуратно. Ну, не то чтобы красиво, не то чтобы аккуратно, но, скажем так, получается. В принципе, я как планировал, у меня так все и получилось. Вот такое красивое, почти аккуратное углубление 5 сантиметров. То есть сейчас туда утоплю нашу наличник. Вставляем и утапливаем. Естественно, с первого раза не получилось. Поэтому я использовал молоточек и листомеску. Вот так. Ну, думаю, идею вы поняли. На ютубе ролик есть, где люди сначала две доски прибивают, а потом к ним профиль. Я от этого отказался, мне это нравится. После того, как я пометил, где будет будущая коробка, я делал отверстие под будущие дюпеля. Перед тем, как утопить туда дюпель, я использовал клей-пену. Сначала я в каждое отверстие выстрелил пеной, чтобы там был клей. Ну, а дальше насадил туда дюпель. То есть, когда, получается, пена высохнет, дюпель приклеится к блоку. Насколько крепко, вот я проверял. Здесь висит глухарь в дюпеле без клей-пены. Сейчас покажу. Он висит не на всю, а на пол дюпеля. Блок сырой весит около где-то 30-40 кг, там плюс-минус. На одной стороне, напомню, у меня будет 4 дюпеля. На всей коробке у меня было 10 дюпелей. Ой, 12, 12. 8 по бокам и 4 сверху снизу. Теперь ту часть, которая будет непосредственно утоплена и навсегда замурована стене, я покрываю грунтовку по металлу, чтобы железо нержавело. И возвращаю коробку на исходное место. Ой, извините, не коробку, а наличник. Все. Теперь беру глухари и вставляю в отверстие. Будет выглядеть это примерно вот так. С помощью трещотки я затягиваю до тех пор, пока коробка более-менее крепко, точнее, пока коробка не начнет менять свою форму, то есть деформироваться. Если переборщить, будут две вещи. Либо первая, демонтируется профиль, либо вторая, газоблок треснет. Ну а теперь просто берем дверь и ставим на эту коробку и проверяем. Нормально мы сделали. Признаюсь честно, это уже второе видео. Первый раз, когда я сделал, я сделал не по уровню, поэтому пришлось подкладывать шайбы и перекручивать. Ну а теперь эта съемка изнутри, где я запениваю. Запениваю также в два этапа. Сначала снаружи, когда пена высохла, потом запениваю внутри. Ну, в принципе, вот такой получился коротенький ролик. Дверь поставил очень просто. Вот с окнами будет проще. Ну и под конец я решил поставить замок. Ключ я оставил внутри. Я просто не ожидал, что дверь захлопнется. У меня получилось на два замка. Первый с длинным ключом, а нижний обычный. Первый, как видите, ключ на месте можно открыть. А вот нижний, я только прицеливался, ключ отлетел внутрь. Но не переживайте, я потом залез через второй этаж и открыл дверь. С вами был смотрщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok